Сейчас здесь работают строительные пылесосы, а уже в марте эти помещения наполнят детский смех. Садик в районе Лаош дали уже очень давно. Пока работы идут, родители возят своих малышей в соседний район, в Догомыс. Какие сюда стоят? Трехъярусные, трехъярусные? Нет, у нас обычные. Одноярусные кровати. То есть, в принципе, нам хватает площадей для того, чтобы… Вполне так. И есть понимание, что можно будет увеличить. А мы еще чуть больше взяли кровать. Проектная мощность нового сада – 210 мест. На площади позволят комфортно разместить и большее количество маленьких сочинцев. Возводить новое дошкольное учреждение начали в 2016-м после поручения президента Владимира Путина. Уже выполнены почти 90% работ. Темпы строительства сада проконтролировали вице-губернатор Анна Менькова и исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики края Константин Федоренко. Это один из сложнейших объектов. Но когда мы говорим о городе Сочи, то мы всегда понимаем, что это несколько иные объекты, чем в других территориях Краснодарского края. Потому что, по сути, здесь пришлось срезать гору. И мы видим, что по периметру здесь подпорная стена. Это очень важно с точки зрения безопасности в дальнейшем эксплуатации этого объекта. А это уже для ребят постарше. Третью четверть ученики сотой общеобразовательной школы начнут в новом здании. Это пристройка для младшего звена. Уже скоро откроются игровые комнаты и закипит работа в классах. В новой школе три этажа. Оборудованы учебные кабинеты, спортивный зал, помещение для занятий хореографией, столовая, стадион и спортивная площадка. Новое здание сможет вместить 400 ребятишек. Учиться дети будут в одну смену. Этот район, скажем, после олимпийского периода развитие идет очень серьезно. Жителей здесь добавилось значительно. Сочи прирастает неимоверными темпами, как за счет того, что рождаемость, так и, соответственно, за счет того, что у нас много желающих приехать и жить в городе Сочи. Соответственно, школа этого необходима крайне. Только в этом году в Олимпийской столице уже ввели в эксплуатацию две школы и столько же детских садов. До конца года свои двери маленьким посетителям откроют еще три учреждения. Их строительство ведется под личным контролем главы города. А до 2020 года в Сочи появится еще семь новых объектов для малышей и школьников.